На 72-м году ушел из жизни художественный руководитель детского юмористического журнала «Яролаш» Борис Грачевский. В юности он работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина. В 74-м вместе с драматургом Александром Хмельком основал «Яролаш». Борис Грачевский писал для киножурнала сценарии, работал постановщиком, снимался в качестве актера, озвучивал текст от автора. В 2009-м снял первую полнометражную картину – фильм «Крыша». Работал над созданием документальных фильмов. Когда мне совсем плохо, я бегу на работу, это самое главное место, где находятся самые близкие люди по всем делам, и только там глубоко войти внутрь этого, то сразу становится легче во всем, что бы ни происходило. Важно верить в то, что должно быть лучше, и будет, обязательно будет. Если не верить, если говорить, господи, о чем ты говоришь, вот так и будет. Вот мы должны бороться, к светлому идти, все-все-все, обязательно, только вперед. Это один из ближайших моих друзей, это тёплый, необычайно добродушный, необычайно творческий человек, счастливый человек, болезнь, понимаете, которая неожиданно подкралась и убила его. «Самый жизнелюбивый человек на свете, которого я знал, самый жизнелюбивый. Поверить, что именно он простился жизни, ну невозможно, просто невозможно, потому что это всегда был вулкан дружелюбия, вулкан радости жизни, юмора». «Мы работали вместе для детей. Он человек вообще единственный. После развала кинематографической советской системы 90-х годов сохранил Яралаш. Он хотел и умел обрадовать детей. Ему всегда удавалось добиться популярности. Он умел делать так, чтобы они радовались».